Год нами оценивался изначально как сложный, когда мы планировали текущий год. И то, что выполняем его лучше, чем планировали в оптимистичном сценарии, конечно, это дает определенный повод для гордости, но не за себя, а за тех людей, которые живут и работают в этой стране. И каждый на своем посту и на своей должности, на своем рабочем месте вносит вклад в это. Потому что достигнутые результаты, они действительно для нынешней ситуации очень серьезны. Мы же имеем рост фактически по всем показателям, которые характеризуют здоровье экономики. И доходы населения, и валовый внутренний продукт, и цифры экспорта, и сальдо, и платежный баланс страны. Конечно, сейчас до конца года осталось меньше месяца, мы уже видим его завершение. И видим, что по большинству показателей мы превысим те планки, которые сами для себя устанавливали. Несмотря на все апокалиптические прогнозы, которые вплоть до недавнего времени сыпались, да и продолжают сыпаться в наш адресу так называемых независимых экономистов. Я бы на месте тех, кто этих экономистов оплачивает, их бы снял с удовольствия, потому что прогнозы у нас раньше Белгидромет лучше прогнозы давал, чем они сейчас экономические. Если говорить о том, что хотелось бы выделить, я, наверное, выделил бы то, что называют, опять-таки, экспортным чудом белорусским. Но наши критики говорят о том, что это нам повезло. Но я не знаю, сегодня пресса услышала ли афоризм, который президент сказал, что везет тому, кто везет. Мы везли, и наши предприятия везли и вывезли на себе фактически это чудо. Мы не сделали ничего уникального, просто воспользовались сложившейся конъюнктурой. Но ведь ей можно было и не воспользоваться. Это процессы достаточно сложные. И то, что если где-то есть спрос, то есть очень много производителей, которые готовы этот спрос удовлетворить помимо нас. И то, что предприятия наши оказались разворотливыми, мобилизовались, сумели вовремя эту волну, как говорят, поймать. Это, наверное, и принесло те результаты, лучшие результаты по качественным показателям экспорта за последние десятилетия. Особенно, что отрадно по неэнергетическому экспорту. Конечно, есть недостатки, которые мы тоже сегодня доложили. Мы не смогли должным образом сработать в сфере сельского хозяйства и строительства. Но если в сельском хозяйстве есть действительно объективные причины, которые были связаны с погодными условиями, недобор зерновых имеет место из-за погодных условий, тем не менее сейчас агропромышленный сектор наверстывает и продукцию животноводства, и молочную продукцию, для того, чтобы максимально подтянуться и выйти с неплохим результатом на конец года. На строительный сектор больше всего влияние оказала ситуация с слабой доступностью банковских кредитов для реализации строительных проектов, которое имело место особенно в первой половине этого года. Сектор этот находится под нашим пристальным вниманием, знаем, что делать. Хотя, кстати, программу, которую мы для себя спланировали, жилищного строительства, мы ее выполним. То есть 4 миллиона метров жилья будут в этом году введены в эксплуатацию, в том числе миллион метров жилья с господдержкой. То есть это будет выполнено. Но мы перед строительным сектором ставили более глобальные задачи. Вот здесь, к сожалению, тоже сработать не получилось. Но будем исправляться. Из серьезных еще позитивных моментов, на которые стоит обратить внимание, это то, что пытаются раскачать интересующихся экономикой слой граждан и породить у них некие упаднические, пораженческие настроения. Помните, снимаем деньги, покупаем валюту, прячем под подушку и так далее. Они до сих пор, кстати, об этом кричат, только граждане уже, наверное, не слушают или надоели им эти завывания. И уже третий месяц население является чистым продавцом валюты. Видно, нас купали тогда на волне, значит, вот этой паники. Теперь, значит, несут обратно. И более того, идет процесс прироста банковских вкладов. Как по рублевым вкладам, так и по валютам. То есть ситуация повернулась в обратную сторону. И это, на наш взгляд, говорит о доверии граждан, органам власти, к экономическим властям, к правительству, к Национальному банку. Во-вторых, это говорит о том, что принимаемые меры, которые реализовывались для того, чтобы повысить доверие банковской системе белорусской, они сработали, ну, в большей своей части. И это один из тех факторов, которые также внушают оптимизм следующего года.